Подсудимые по делу о гибели детей на Сямазире выступили с последним словом. Подсудимые выступили с последним словом на процессе по делу о гибели 14 детей в июне 2016 года на Сямазире в Карелии. Каникулы по регламенту каким станет отдых в детских лагерях после вступления в силу нового закона и что в нем упустили депутаты, как сообщает ТАСС, в понедельник, 21 января, с последним словом в городском суде Петра Заводска выступили бывший директор парка Теля Сямазира Елена Решетова, бывшие инструкторы лагеря Павел Ильин и Валерий Круподирчиков, бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, а также бывший глава управления Распотребнадзора Покорели Анатолий Коваленко и временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Людмила Котович. Отмечается, что свою вину в гибели детей признал только Вадим Виноградов. Я разделяю их, потерпевших. Ред, боль. Моя вина в этом преступлении неоспорима, сказал он. Елена Решетова, обращаясь к родителям погибших детей, принесла им свои самые искренние извинения. Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей. Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна, заявила Людмила Котович. Валерий Круподирчиков сказал, что во время происшествия на Сямазире он сделал все, что мог. Больше добавить нечего, заключил Круподирчиков. По данным агентства, всем шестерым фигурантам дела предъявили иски по возмещению морального вреда на сумму свыше 700 миллионов рублей. При этом государственное обвинение потребовало приговорить подсудимых к реальным срокам лишения свободы. 11 июля глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о завершении строительства часовни в память о детях, утонувших во время шторма на Сямазире. По его словам, часовня была построена по просьбе родителей погибших. Строительство велось на народные пожертвования, которые поступали не только из всех районов Карелии, но и из других регионов страны. 18 июня 2016 года, несмотря на предупреждение о шторме, трое вожатых вывели 47 детей, отдыхавших в лагере парка Тельсямазира, водный поход на Рафти и двух Канаэ. Во время шторма оба Канаэ перевернулись. Погибли 14 детей.